Я думаю, народу будет полегче. Но я всегда советовал, когда не могут до меня достучаться, потому что я же тоже не всегда могу постоянно тратить на это время, я всегда говорил, ну пойдите в соседнюю общественную приемную своего депутата, потому что вы голосуете там за своего депутата на выборах, а звоните сюда, мечтаете попасть в бесплатную общественную приемную. Найдите своего депутата, найдите своего олигарха местного, который 100% держит своих юристов, держит какие-то общественные приемные, но другого варианта нет. Вы не знаете, что вы бесплатно? Мне сейчас будет грустно это обсуждать, но меня... Мы же не будем плакать сейчас, правда? Да, но это шанс. В большинстве случаев есть местные активисты, есть местные правозащитники, есть местные общественные деятели, и, как правило, эти люди больше помогают простым, реальным гражданам внизу, на местах, нежели те же районные депутаты, областные, которых этот народ избрал. Это нонсенс, конечно. Я эту формулу, вы знаете, все время искал ответ в этой формуле, а ее нету. Я себе задал вопрос, неужели, если бы действительно меня избрали, я бы полностью закрылся бы и уехал бы на Гавайи? Кому нужен народ, который за гречку голосует, а потом сидит и жалуется? Да, правильно. Нам жалеть их? Ну, я прошу прощения, это тоже не совсем правильно. Они берут сегодня на выборах по 300-400 гривен, а потом к тебе приходят стучаться, так помоги. Ну, вы же выбрали человека, за кого проголосовали, идите к нему. А у него закрытая приемная. Я говорю, как, была же открыта два месяца перед выборами. Ну, теперь закрыта. Ну, вот и примерно так.